Книга «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. Тема «К истинному крещению». Для того, чтобы человек мог сказать, что он крещен, необходимо, чтобы у него была вера во Христа, как Выскупителя Своего и Спасителя, и троекратное погружение в воду руками истинного священника. Чтобы понять, что же делается сегодня в храмах, подчиненных Московской Патриархии, посмотрим хотя бы малую часть свидетельств почти из 300 книг православия, древних, светильников веры Христовой и сравним с тем, что творится сегодня неверами и корыстолюбцами в крестильных помещениях за деньги. Цитата. Крещение есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела и в воду, с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это таинство не повторяется. Православный катехизис. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Это рождение водой и Духом совершается в таинстве крещения. В крещении человек очищается от греховной скверны, освобождается от рабства страстям и рождается для духовной жизни. Крещение обладает такой силой, что оно совершается лишь однажды, хотя бы после крещения жизнь человека и не соответствовало высокому христианскому званию. С этой точки зрения крещение можно уподобить духовной лампаде, зашженной Духом Святым в сердце человека. Огонь этой лампады может то усиливаться, то меркнуть, но никогда полностью не гаснет. Главнейшей нашей задачей является разжечь благодатный огонь в яркое пламя. Необходимость таинства крещения тесно связана с присутствием греховной порчи в человеке. Человек появляется на свет с природой, уже поврежденный грехом. С годами грех, как некое злокачественное растение, растет и усиливается в человеке. Этим все больше и больше порабощает его. Так жизнь каждого человека в отдельности и всего человеческого общества оказывается отравленной грехом. От греха происходят все человеческие бедствия, преступления, страдания, обиды, насилия, болезни, физическая и, главное, духовная смерть. Все потомки Адама рождаются во грехе. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Псалон 57 стих. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Ев 14.4 Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы не чисты, а теперь святы. 1 Коринфянам 7.14 В крещении же грехи омываются, прощаются. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 2.38 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Игорь Деянин 22 глава 16 стих. Крещение спасает. Цитата. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3 глава 21-22 стихи. Крещение прообразовано обрезанием. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас, вроде всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твоего, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, и истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Книга Бытие, 17 глава, 12-14 стих. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совречением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Колоссянам, 2 глава, 11-12 стихи. Посему и крест от детей, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Книга Деяния, 2 глава, 39 стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам, 6-11. И по все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы и свободные, и все напоены одним Духом. 1 Коринфянам, 2-13. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Деяние, 11 глава, 14 стих. Когда же крестилась она и домашняя ее? Деяние, 16 глава, 15 стих. О необходимости крещения детей учили Климент Александрийский, Григорий Богослов, Ориген, Иоанн Златоуст, Амбросий Медиаланский, Блаженный Августин, Блаженный Феодорит, Дионисий Ариапагид, Иерей Леонский и многие другие отцы Вселенской Церкви. Иисус Христос, Единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы уничтожить грех и дать человеку вечную радостную жизнь в Царстве Небесном. Духовное возрождение начинается верой человека в Иисуса Христа, желанием избавиться от насилия греха, соединенное со стремлением жить по воле Божией. Господь Иисус Христос это возрождение еще подобил воскресенье из мертвых, говоря, «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут». Иоанна 5.25 Но одна вера и желание человека недостаточны. Нужна благодатная сила, которая осуществила бы духовное рождение человека. Эта благодатная сила проникает в человека во время его погружения в воду, при крещении. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова». Эфесянам 5.25.26 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом». Послание Титу, 3 глава, 4-6 стих «Крещение спасает» 1 Петра 3.21 «Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» Галатам 3.27 Господь Иисус Христос установил таинство крещения после Своего воскресения из мертвых, когда, явившись своим ученикам, сказал им «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих Евангелие от Марка, 16-16 Следуя этому повелению Спасителя, апостолы всюду, куда приходили, проповедовали веру в Иисуса Христа и крестили у веровавших. Первое массовое крещение было совершено в день Сошествия Святого Духа на апостолов. Когда после проповеди апостола Петра, слушатели спрашивали, что им делать, чтобы спастись. Апостол Петр сказал им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 2 глава, 37-38 стих Мы, крестившиеся у Иисуса Христа, в смерть Его крестились. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание к Римлянам, 6 глава, 3-4 стих Умерши на кресте, Господь Спаситель вознес грехи наши на крест и стал очищением наших грехов. Кто крестится, тот погружается в смерть Христову и в очистительную силу Его крестных страданий. Эта сила уничтожает всякий грех, так что и следов его не остается. Здесь бывает нечто подобное к погружению дорогого сплава в химический раствор, который съедает все дешевые и ненужные примеси и оставляет одно чистое золото. Человек, очищенный от греха, освобождается от его насилия и получает свободу для духовного образа жизни. В Священном Писании, в Библии, духовное рождение называется еще первым воскресением, в отличие от второго физического, которое произойдет перед концом мира. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Книга Откровений, 20 глава, 5 стих Крещеный становится возлюбленным чадом Божиим. Усыновленным ему благодатью Христовой, это не значит, что в крещении человек автоматически освобождается от всех соблазнов и от духовной борьбы. Духовный подвиг неизбежен, пока человек находится в этом мире, в полном соблазнах. Разница между крещеным и некрещеным заключается в том, что некрещеный порабощен грехом, не имеет сил бороться с ним, а крещеный освобожден от рабства греху и получает помощь бороться с соблазнами. Христианину важно понять, что преодолевая искушения, он нравственно совершенствуется, духовно растет и крепнет. В этом заключается необходимость личного подвига. Если бы не существовало борьбы, то не существовало бы и праведников. Но в борьбе с соблазнами он не одинок. Он получает великую помощь от Духа Святого в таинстве миропомазания, которое обычно совершается сразу после крещения. К крещению всегда происшествовало ознакомление с верой. Этот период оглашения продолжался от трех до пяти лет. Христианин, по вере принявший крещение, сознавая не только умом, но и всем своим существом, что в этом таинстве он обретает новое, доселе неведомое ему понимание жизни, вступает в абсолютно новые отношения с миром. Вся жизнь Церкви, как в те времена, так и поныне коренится в той новой жизни, которая воссияла из гроба на рассвете первого дня недели, первого дня нового творения. В Англии от Матфея 28.1 Тайна крещения есть дверь Божьей благодати. Если не крестимся, даже кровь Сына Божия не спасает нас. Если же крестимся, получаем оставление грехов, становимся призванными ко всему закону христианскому, в особенности к благоговейному прочищению тела и крови Христовой под видом хлеба и вина. Святой Дмитрий Ростовский Сегодня все. Храни всех Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...